Имя академика Сахарова знакомо каждому независимо от рода деятельности. Чрезвычайный широкий кургозор ученого и сфера научных интересов обусловили не только множество полезных научных открытий, но и активную общественно-политическую позицию Андрея Дмитриевича. Сахаров Андрей Дмитриевич родился в Москве 21 мая 1921 года. Дед по отцовской линии Иван Николаевич Сахаров вырос в семье священника, а сам стал юристом. Дело деда продолжил и отец будущего ученого Дмитрий Иванович. Он участвовал в политических митингах, за что оказался в списке студентов, исключенных из Московского университета. Когда же Дмитрий Иванович остепенился, женился на Екатерине Алексеевне. Он устроился преподавателем физики сначала в московскую гимназию, а затем в коммунистический университет, готовивший кадры для партийной администрации. Супруга его родом из семьи военных греческого происхождения. Андрей Дмитриевич вспоминал, что сердцем семьи и хранителем очага стала его бабушка Полине отца Мария Петровна. Отец был увлечен наукой, что не могло не передаться Андрею и его брату, а в свободное время музицировал. Семья жила в коммунальной квартире вместе с близкими и дальними родственниками. Поначалу мальчик получал домашнее образование. Только в седьмом классе он отправился в школу. Несмотря на замкнутость Андрея и нежелание общаться со сверстниками, товарищи пригласили его в математический кружок. Хотя юноша и оказался успешен в математике, задачи он зачастую решал правильно, но интуитивно, не имея внятного объяснения. Поэтому в десятом классе Андрей оставил математический кружок и занялся физикой. Учитывая интересы молодого человека, а также увлеченность физикой его отца, Андрей поступил в Московский государственный университет на физический факультет. Тогда же началась война, поэтому студентов эвакуировали в безопасный Ашхабад. Накануне 1945 года Андрей Сахаров поступил в аспирантуру физического института. Научным руководителем молодого ученого стал Игорь Евгеньевич Там. Спустя три года Сахаров защитил кандидатскую диссертацию. Затем Андрей по протекции научного руководителя начал работу в Московском энергетическом институте, где молодого ученого привлекли к секретным научным разработкам, касающимся перспектив создания термоядерного оружия. Учитывая состояние холодной войны и гонки вооружений с США, работа Сахарова представляла поистине огромный научный и практический интерес. В 1950 году Сахаров с научным руководителем Тамом разработали теорию магнитного термоядерного реактора. Это открытие помогло Андрею написать докторскую диссертацию в относительно раннем возрасте. Ученому едва исполнилось 32 года. Тогда же за вклад в науку Сахарова признали героем социалистического труда. Разработки Андрея Дмитриевича позволили Советскому Союзу не уступить американцам в создании ядерного оружия. Хотя в замыслах Сахарова его разработки должны были служить исключительно мирным целям. Ученый предполагал использовать возможность ядерного синтеза для изобретения топлива для атомных электростанций. Затем уже Сахарова перевели в специализированную засекреченную лабораторию, где ряд выдающихся ученых работал над созданием сверхмощного оружия для уравновешивания сил держав мировых лидеров. Андрей Дмитриевич долгое время верил, что работает во благо сохранения мира. В 1952 году США провели первые испытания термоядерного оружия на острове, расположенном в Тихом океане. В ответ СССР интенсифицировал научные разработки собственного оружия такого типа, испытания которого прошли 12 августа 1953 года на территории современного Казахстана. Испытания, прошедшие под наблюдением американцев, представляли собой только поиск оружия. Они исследовали принцип действия процессов термоядерного синтеза. А Советский Союз создал полноценную термоядерную бомбу. Первая водородная бомба, произведенная в СССР и названная РДС-6С, стала результатом многолетних исследований Андрея Сахарова. Однако имела ряд существенных недостатков. Следующую, воплощенную Андреем Дмитриевичем конструкцию, неофициально стали называть Сахаровской слойкой, поскольку конструкция бомбы представляла собой заряд, состоящий из атомных радиоактивных элементов, окруженных слоями тяжелых элементов. Работая над созданием термоядерной бомбы, Сахаров одновременно читал курс лекций по ядерной физике в Московском энергетическом институте. За разработанные им конструкции водородной бомбы Сахаров был удостоен звания академика. Не последнюю роль в этом сыграл известный ученый-физик Игорь Васильевич Курчатов. Несмотря на определенный уровень социальной изоляции, в которой жил и работал Андрей Дмитриевич, он следил за последними научными достижениями в других областях науки. Так Сахаров вошел в число ученых, подписавших письмо, направленное в политическое бюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. В письме выражалась обеспокоенность лучших умов страны состоянием развития биологии в СССР, а именно генетики. Результатом письма стало отстранение Трофима Денисовича Лысенко от научной деятельности. Учитывая, что работа Лысенко стала причиной отставания СССР от мировой науки, вклад Сахарова и других ученых в развитии генетики сложно переоценить. Общественный и политический деятель Валентин Михайлович Фалин в своих воспоминаниях рассказывает, что Сахаров уже после проведенных испытаний водородной бомбы вдруг осознал угрозу этого типа оружия для цивилизации, населения Земли и экологии. В августе 1963 года академик Сахаров впервые открыто выступил против разработки испытаний ядерного оружия, инициировав подписание договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Столь яркая общественная позиция ученого стала причиной его конфликта с властью. Академикам заинтересовался КГБ, а сам Сахаров вошел в ряды лидеров правозащитного движения СССР и приобрел славу диссидента. В 1966 году Андрей Дмитриевич с авторствием с другими учеными и деятелями культуры и искусства написал письма о недопустимости реабилитации Иосифа Сталина. А после публикации в США книги Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном существовании, интеллектуальной свободе» ученого отстранили от дальнейших исследований на очередном засекреченном объекте. Тогда же на почве общих взглядов Сахаров познакомился с Александром Солженицыным. В 1970 году академик выступил инициатором создания Московского комитета прав человека. В то же время коллеги Андрея Дмитриевича по Академии наук СССР осуждали взгляды Сахарова в публикациях в газетах. Только доктор физико-математических наук Игорь Шафаревич написал открытое письмо о жертвах гонений, где поддержал Сахарова как ценного ученого. Тем временем академик продолжал вести активную политическую деятельность и даже написал книгу о стране и мире, за которую впоследствии получил Нобелевскую премию. В 1980 году Сахаров был выслан в закрытый город для иностранцев Горький. Его научные интересы в этот период сосредоточились на проблемах космологии, астрофизики и футурологии. 15 декабря 1986 года в квартире Сахарова вдруг поставили телефон и сказали «завтра вам позвонят». На следующий день в 15.00 состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым, от которого было получено разрешение возвратиться в Москву. 23 декабря 1986 года Андрей Дмитриевич Сахаров вместе с женой приехал в Москву, где вновь стал работать в физическом институте. Зимой 1989 года Андрей Дмитриевич почувствовал недомогание, а 14 декабря скончался. Официальной причиной смерти считается остановка сердца. В память о вкладе Сахарова в науку именем академика назван астероид, а также открыты и действуют музеи имени Сахарова. Андрей Сахаров всегда вызывал неординарную реакцию. С одной стороны, он изобрел самое страшное по силе разрушения оружия, а с другой стороны, был ярым борцом за мир и нравственные принципы. Одни видели в нем предателя, другие сумели рассмотреть в нем по-детски чистую душу. Борца за мир и справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова